привет youtube привет друзья с вами док вы снова на моем канале я хотел бы продолжить начатую мою рубрику виски букварь которые пытаюсь в алфавитном порядке пройти по дистиллериям от а до я и попытаться вам рассказать о продукции той или иной дистиллерии а также захватить немножко новости из мира виски актуальные релизы которые выходят ну или что-либо известные люди жизнь замечательных известных людей вот эта тематика которая в этой рубрике хотел бы осветить так как мы начали прошлый раз с буква а и еще далеко не закончили потому что количество шотландских и наверное ирландских дистиллерий на буква их довольно большое количество сегодня поговорим о дистиллерии первое это аберлауа и о выпусках релизах в этой дистиллерии то есть ее линейки дистиллерия аберлауа была основана в 1826 году джеймсом гордоном и петром вайом находится дистиллерия я вот здесь вот на карте вам покажу в сердце региона спейсайт и на бутылке стоит дата основания в 1879 году и я объясню почему такое несовпадение в своей истории дистиллерия прошла несколько таких хороших ударов судьбы и два раза она горела и вот последний раз из-за взрыва на мельницы который перекинулся на на саму дистиллерию на хранение на склады хранения бочек и погибли многие в пожаре погибли многие дистилляты которым было старше даже 20 лет все это было восстановлено несмотря на все и дистиллерия выстояла эти удары судьбы и на сегодняшний день в общем-то довольно таки стоит неплохо на ногах выпускает она около трех с половиной миллиотров миллионов литров дистиллята и относится к концерну с большому такому концерну это chivas regal ltd и тем самым французскому большому концерну пино рикард в линейке обе лава мы находим такие дистилляты как то есть такие релизы как и я буду сейчас показывать где-нибудь справа или слева не появится от меня это первый это 10-летний 12-летний он бывает двух видов один 40 процентной алкогольной консистенции и 1 48 по моему он анчелфилд от идет нефильтрованный дальше идет 16 14-летний 16-летний и 18-летний а также два таких интересных релиза которые каждый год выходят новые различных бетчах это первое это обе лава абуна и он выпускается в бочковой крепости и выдерживается все свое время сколько он до разлива в бутылке он выдерживается в из-под хересных бочках аллороза херес а второе это аберлауа каск анам он выдерживается в трех видах бочек это первое это американский дуб значит есть скорее всего первые бочки это из американского дуба бывшие бурбонные бочки ферст фил потом идет наверно секонд туда сердце и это хересные бочки выпускается для трейл ритейл то есть в основном на в аэропортах или приграничных магазинах и дюкифы следующая дистиллерия который мы поговорим это дистиллерия аппер она находится на юге острова айла истоки дистиллерии идут еще к 1794 году когда производство алкоголя занимались производством алкоголя занимались контрабандисты по черному пока и и а Субтитры создавал DimaTorzok Их там не накрыла рация, то есть была облава таможенников и производство было закрыто и восстановилось оно где-то в 1815 году. Джон МакДугал построил новую дистиллерию под названием Аркбек. В переводе с гельского Аркбека называется маленькая возвышенность. С 1817 года стали там производить уже этот дистиллят. Дистиллят была не очень, скажем так, успешной, потому что дистиллят у него был своеобразный. В бленде его нельзя было использовать из-за его дымчатости, из-за его угловатости. Но во всяком случае в 1959 году дистиллерию находилась в семейных еще руках. А в дальнейшем, в 1981 году, ее закрыли, в 1989 году снова открыли, затем на короткое время снова закрыли. С 1997 года эта дистиллерия принадлежит корпорации Гленмора Джигленморей. И тем самым она принадлежит огромному французскому концерну Мёрд Хеннесси Луи Виттону. Да, линейка Аббека состоит из как виски с указанием возраста, так и с виски без указания возраста, так называемых НАС. Виски Аббек, они, честно говоря, пользуются огромным спросом у коллекционеров. И стоимость их зашкаливает до больших пределов. Я вам сейчас кое-что покажу. Я у меня купил вот такой вот подарочный, не знаю, я еще чайочек пью, пока не могу, извините. Еще не совсем здоров. Такой в этом наборе три различных продукта. А именно. Арбек пять лет, я думаю, если я поставлю вперед, он будет немножко нечеткий. Пятилетний. Это десятилетний. И Ан-О. Используют они гельский язык, конечно, в своих этих... Иногда некоторые вещи нельзя даже прочитать. Вот так. Я все это буду потом делать обзоры на них. Честно говоря, я с большим... Большой осторожностью буду подходить к Артгагу. Боюсь неправильно оценить с моей точки зрения. Я док, это будет все равно мое же мнение. Оно может не соответствовать быть мнению других, кто скажет, десятилетний это топ, я ничего не знаю лучше, или там, как можно критиковать. Я не критикую, я просто говорю свое мнение. Оно не может, не должно быть совпадать с мнением всех. Потому что это только мое мнение. Я дымчатому виски... Я только начинаю. Я иду через этот мир и тестирую его для себя. Что из этого получится? Совпадет ли мое мнение с мнением других, с мнением специалистов? Это другое дело. Но это все равно мое мнение. Оно имеет место быть. Значит, мы поговорили об Артгаге. Вот такая вот интересная коробочка с тремя вот такими дистиллятами. Ладно, уберем пока вниз. Я все-таки прошу прощения, вернусь в город Каназад. Стоимости, да, давайте так. Этот виски пятилетка, да? Где у нас была пятилетка? Это тен, это пять лет. Ви бести, ви бести, ви бести. Может, неправильно произнесу. Этот пятилетний стоит около 40-45 евро. Дальше. Десятилетний виски стоит также приблизительно от 40 до 50. Где как найдешь. Ну, это классика. Артбек Тен, это, мне кажется, ну, все знают его. Этот пятилетка, он вышел совсем недавно. Мне кажется, года два, как его стали, а может быть, и три, как он вышел. Не такой уж старый разлив. Ан-О тоже не могу сказать. Ну, в высоком случае, ничего не могу. За него я сейчас цену, его я так и не знаю. Где-то тоже, по-моему, Ан-О стоит тоже порядка от 40 до 50. Артбек не дешевый. Потом еще интересно, 13-летний вышел, вот новый разлив. Сейчас новая коллекция вышла. В прошлом году был, по-моему, 13-летний. Он стоит 160 евро. Дальше я расскажу еще об одном, а может быть, сейчас лучше сразу. Давайте я сейчас, я подготовил, но как новость я вам ее сразу скажу, потому что действительно Артбек выпустила новый разлив. Этикетку я вам сейчас покажу. Ну, это только данные в таком банке данных, где появляется новая виски. Выйдет ли он так, как я покажу сейчас эту этикетку или нет, я не знаю. Это 14-летний, как я уже сказал, 13-летний антологи. Был разлив. Вышел Артбек антологи. Униконс, это 14-летний, это второй релиз в этой серии. Выдерживался этот 14-летний, который выйдет, он выдерживался в бочках из-под Мадейры и Бурбона. Вот так, чтобы мы сразу закончили об Артбеке, да, и больше не возвращались. Так вот, дальше идет. Если этот 13-летний стоит порядка 160, то, наверное, вот этот 14-летний, можете себе представить. 19-летний, друзья мои, на минутку, до 300 евро. 19-летний Артбек. 25-летний Артбек. 1300, а то и выше. Вот вам и Артбек, да. То есть это, стоит ли он таких денег, или это просто огромная цена рекламы. Ну, это уж каждому для себя решать, и каждому рыться в своем собственном кармане. И третья дистиллерия на букву А в нашей сегодняшней беседе, это была бы дистиллерия, или она и есть, дистиллерия Ардмо. Немногие знают ее. Вот. Здесь мы находимся в Артбеке. Это с Грид-Хайланд-регион-дистиллери. Артбеке был построен в 1898 году в Адам Тичер. Он был в Адам Тичер, он был в его семье Тичер, в этой фами Тичер-Бленд. Здесь Артбеке, это с mínем-сиземный дистиллери, которая производится около 5.5 миллионов литров от алкогол в год. Это было первым из самых высоких ингредиентов в СКОЛЛАННОМ. Это означает, что подстills были еще разными и еще разными. И это началось в 2002, когда они изменяются в ГАС, как больших ингредиентов в СКОЛЛАННОМ. Артmoор необычный для Минландовской ингредиентов. Это петит. Инсайд информация, что не производится петит в СКОЛЛАННОМ for 12 месяцев и 5 месяцев, это производится не петит в СКОЛЛАННОМ, и это использование в СКОЛЛАННОМ. Это очень common для дистиллерий, чтобы продать в СКОЛЛАННОМ. Идем в СКОЛЛАННОМ. И в СКОЛЛАННОМ here, когда Артmoор появился в СКОЛЛАННОМ, то есть, что мы часто видят в СКОЛЛАННОМ. И сегодня мы с вами подстрируем Александр Мурилл Лисов Артmoор. Это 2000 Vintage. Это 13 лет. Вы можете видеть эту петит, в виде грехи, в полосы, и в виде черного цвета. И на носа у Марзафан, это антикдром, это 13-летний артмор. И это Александр Мурилл Лисов. Дистиллята Адмо расположена в регионе Восточный Highland, Высокогорье, является одной из немногочисленных дистиллерий, которые выпускают дымчатые виски, не находясь на островах. Основана дистиллята в 1898 году Адамом Титчером. И Адмо выпускает большое количество дистиллятов в год, и он весь идет в этот бленд Титчером. Он довольно известный бленд. Начиная с 1955 года, количество дистилляционных чанов у него выросло от двух до восьми. В короткое время эта дистиллерия принадлежала Пенор и Карп, но потом из-за споров, картельные споры привели к тому, что Пенор и Карп вынужден был отдать эту дистиллерию, и на сегодняшний день она принадлежит такому мировому гиганту, как Бим Сантори. Это Джим Бим мы все знаем, да, это вот американская, японская, скажем так, корпорация. И к ней, значит, принадлежит теперь эта дистиллерия. Линейка Адмоа состоит из четырех-пяти видов, не больше, как я и говорил, там есть указание возраста и без указания. С указанием возраста для меня, я еще не пробовал, но говорят, что это довольно достойный виски, легко дымчатый, но 12-летний портвуд финиш, да, вот доводка прошла в бочках из портвейна. А также есть виски НАС, туда входит Артморт Легаси, да, не знаю, где появится, но где-то я покажу. Артморт Традиционал Питед, есть 25-летний, 30-летний, но они были в свое время, сейчас их вообще нет, они в коллекциях у кого-то стоят. В год, как я и говорил, Артморт делает, производит четыре с половиной миллиона литров дистиллятора. Вот это была сегодняшняя наша рубрика виски букварь, в которой мы поговорили о дистиллерии. А так как в эту рубрику виски букварь включена и частичная рубрика виски Ньюс, посмотрим, сможем, могу ли я дальше так все это компоновать в одно, или это растягивается по времени с маленькими там, с показанием всех бутылок, все линейки этой каждой дистиллерии. Посмотрим, я не гарантирую, что она так и будет, но хотелось бы. Давайте начнем, знаете, с чего? Я подготовил из новостей. Начнем мы с американской виски марки Heaven Door, которая выпустилась 24 октября, выпустит 24 октября один из лимитированных релизов под названием Homesick Blues. Купить можно этот Homesick Blues через онлайн-шоп heavensdoor.com и является ромашем на место рождения Боба Дилана, Боб Дилан с его известной песней Knocking in Heaven Door, я думаю, никому представлять не надо. Музыка И Heaven Door, так и называется эта марка виски, где он и принимает свое участие, ну, скорее всего, именем, я не думаю, что он там ходит и пробует. Так вот, этот новый амаш на его место рождения, там он родился в городе Дулут, в Миннесоте стоит эта бутылка 800 долларов. Также можно купить эту бутылку с сигнированным мистером Диланом, а также можно купить ее с текстом песни Knocking in Heaven Door. Новость номер два. На аукционе в Сотби был продан 70-летний Glenn Grant Devotion за 101 300 американских долларов. Я, по-моему, здесь где-то сверху или справа от меня, слева от меня покажу этот декантер. Декантер, который разлит этот ценный напиток в декантере, является одним из старых виски этой дистиллерии. Дистиллерия Glenn Grant. Деньги пойдут на благотворительные нужды. Один из семи декантеров, то есть каждый декантер это как бы 10 лет отрезок, и они символизируют время правления королевы Елизаветы II. Она 70 лет правила Англии, скончалась в прошлом, позапрошлом году. И вот каждый год будет выходить один декантер, каждые 10 лет будет выходить декантер, который будет символизировать 10-летнее правление этой королевы. Дальше. Теперь любителей дистиллерии Dalmo. А я думаю, такие среди вас есть, хотя у Dalmo, если честно сказать, репутация может быть и дорогой дистиллерии. Там и работал сир Пятерсон, который знает толк в подборе или выборе бочек, в купаже уверен. Но из-за того, что дистиллерии продукты выпускают очень дорогие, не всегда с крепостью, которую любят любители виски, а с крепостью 40%, с минимальной, всегда подкрашены очень часто, холодная фильтрация прошедшая. К ней подходят очень со скепсисом. Но тем не менее, дистиллерия Dalmo представила новую так называемую Cask Edition серию. Это Cask Curation. Cask Curation, она включает в себя сет из трех бутылок. И туда входят первые, это Dalmo 26 лет, который проходил свое спение, зрение в почках из-под Хереса. Но в специальных почках, это так называемый Гонсалес Баяс, 2002 года, Vintage Cast Numa, номер 4. Дальше, Dalmo 28 летний, он зрел в 30 лет в старых бочках из-под Хереса, так называемых Матузалем, Хересной бочки. И третий вид, то есть три бутылки, фотографию я вам покажу, это Dalmo 43-летний, тоже проходил 30-летнюю выдержку в старых бочках, так называемый Апостолес, Апостолес Херес. Я их ни разу не пробовал, не то что эти не пробовал, я ни разу не пробовал Херес, вот такой Апостолес, вы же знаете, да, вот мы говорим об Алорозе, мы говорим о Петро Хименес, мы говорим, мы говорим, вот есть Матузалем, Апостолес, все это я не пробовал как Херес, как таковой, поэтому интересно, какое же влияние оказывают вот эти бочки на дистиллят. Я знаю, что, например, Алороза оказывает, дает фруктовость, дает ореховый привкус, ПХ, Педро Хименес, кстати, название произошло от выходца из Германии Петра Сименса, который потом на испанский лад был переделан Педро Хименес, неважно, это просто так, маленькое отступление. Так вот, Педро Хименес дает немножко сладковатый привкус, изюм, курага, такие сухофрукты, а вот как интересно Матузалем, как Апостолес, вот тут я ничего не могу сказать. Вот это вот первый выпуск в этой серии, так называемая Шерри Эдишн, это первая из четырех глав, которая планируется выпускать в дистиллерии Дальмоа. Я просто перевожу с немецкого, я немножко не могу четкое предложение заставить. Второй выпуск, вторая глава должна быть в двадцать четвертом году, планируется, что там будет портвейн, бочки, то есть в этом году, в двадцать третьем году это хересные бочки, в двадцать четвертом году должны быть бочки из-под портвейна. Да, портвейн тоже не однороден, портвейн будет Тони, там разные, Тони Порт, Руби Порт, я тоже не сильно разбираюсь в этом деле, но в всяком случае вот в различных видах портвейных бочках. Да, Мадерре тоже вид порта, но защищенное имя, потому что на острове Мадерре выпускается. Кстати, все портвейновские дома в городе Порта, а я там когда-то был, принадлежат очень много английским семьям, потому что морские династии семейные, они выкупали тогда эти винные дома. Ну, ладно, тоже отступление от темы. Так вот, в двадцать пятом году и двадцать шестом, это две последние, в каких винных бочках это будет производить, не могу сказать, ну, что-то же будет. Вот, стоимость, на минутку, все приготовились? Так вот, я вам скажу, стоимость такой одной серии составляет 30 тысяч американских долларов. Нет, 30 тысяч фунтов или 35 тысяч евро, приблизительно, если так сравнивать, приблизительно 35 тысяч евро. Но нужно сказать, что всего лишь на 150 единиц этот сет лимитирован, так что, я думаю, найдутся 100% люди, кто купит, если таких сетов всего лишь 150. В 2023 году 150 сетов выйдет. Я думаю, это будет куплено. Поехали дальше. Вот, мы снова в Спейсайде, у нас дистиллерия Глен Аллахи, и Глен Аллахи в этом году порадовала нас. А, кстати, я напомню, что Глен Аллахи возглавляет Билли Уока, это имя в мире виски индустрии, людям очень хорошо знакомо. Мы знаем Бен Ри, мы знаем дистиллерию, мы знаем Глен Дронов в дистиллерию, мы знаем Глен Гласау в дистиллерию, который когда-то возглавлял Билли Уока, пока он не продал это, по-моему, в 2017 году, Бин Сантори концерн. А теперь все это, нет, я прошу прощения, он продал это Брайан Форману, Брайан Форман, это Джек Дэниелс, выпускник, да, Брайан Форман, это концерн, который делает Джек Дэниелс. В 2017 году Билли Уока продал эти три дистиллерии и сам потом ушел в тени, а через некоторое время купил дистиллерию Глен Аллахи, которая до этого была только производитель для виски-бленда. Огромное количество, там тоже не знаю сколько миллионов литров в год, он сейчас намного сократил выпуск, очень много уделяет менеджерству бочек, выбирает искусно. И на своем доме в мире виски создал, поэтому доступ к бочкам у него какой-никакой есть. Мне эта дистиллерия, несмотря на все, она у меня немножко не по душе, потому что слишком, я не могу разобраться в этом, в линейке, там и такое есть, и такое есть. Я не знаю, за это время существования Глен Аллахи, наверное, я смотрю на нее лет 5 уже или 6, я даже не знаю сколько вышло релизов, с ума сойти. Ну, во всяком случае, есть хорошие релизы, и они будут у меня тоже, попробую, у меня будут и 15-летние, и 10-летние, и 8-летние, и 12-летние. Я это все попробую, но как-то я не такой, чтобы они у меня постоянно были дома, нет, такого нет. Так вот, опять отвлеклись, вернемся к нашим баранам, к нашим виски. Так вот, два новых релиза, это 21-летний бочковой, с бочковой крепостью, лимитированный на 2000 бутылок, с крепостью в 51,1%, проходил выдержку в PX Pancheon, а Pancheon это 500-литровая бочка. Стоимость в Шотландии, пока мы еще не знаем европейскую сцену, приблизительно 306 фунтов, это где-то будет порядка, наверное, 350 евро бутылка. А также второй релиз, это 10-летний, с бочковой крепостью, цена в 71 фунт, 10-летние с бочковой крепостью у него выходят с периодичностью, по-моему, раз в год. Это известные релизы, они довольно неплохие, есть лучше, есть хуже, не беру судить, потому что не пробовал ни одного, честно, честно. Дальше, мы с вами летим на самолете, перелетаем через Тихие океаны, оказываемся в Японию, даже не прилетаем, через весь континент летим и приземляемся в Японию. Почему в Японии? Потому что Дом Сантори выпустил к своему 100-летнему юбилею лимитированное количество известного бленда Хибики. Хибики я сам пробовал, я Хибики Хармони пробовал, не знаю, стоит ли это бутылка тех денег, которые на него требуют. Но, во всяком случае, виски был 43% алкоголя, мягкий, но чтобы потом оно так запомнилось, чтобы сказал, я еще бы хотел, так ведь нет же. Так вот, они выпустили 21-летний, а также лимитированный новый дизайн для бутылки Хибики Хармони. Мы помним эту бутылку, у него очень много граней, я не помню там количество граней, и это число что-то обозначает. Так вот, 21-летний бленд, сделан из односолодого и зернового, понятно, производили вот такие дистиллерии, которые входят в концерны, это Ямацаки, Хикушу, Хакушу и дистиллерия Чита. А цена такой бутылки 5000 евро. А бутылка Хибики Хармони, которая обычно стоит, это порядка от 70 до 80, времена доходило и до 100 евро, там крепость 43%, и стоит она, именно это лимитированное, потому что это новый дизайн, новые бутылки, стоит 199 евро. На минуточку. Ну и последняя новость, это всем известная дистиллерия Маккэнн анонсировала новую коллекцию, тоже гармония коллекции, смотрю, у нас хибики гармонии, все гармоничные. В нее входят два вида виски, первая виска это Amber Meadow и Green Meadow. Amber Meadow, у него 44,2% алкоголя, судя по банку данных, описанию вкуса, должны быть ноты апельсина, лимона, дуба и арбуза. Green Meadow, у него крепость 42,1% алкоголя и имеет нотки цитрусовых фруктов, ванили, миндаля и цветы роз. Цель этого релиза показать шотландские луга, травы, которые растут на них, поэтому даже при изготовлении упаковки и этикетки были использованы травяные элементы. Наш обзор сегодняшний без, к сожалению, опять-таки, что-то имея при себе подошел к концу. Я, к сожалению, конечно, хотел бы пару капель на камеру с вами принять на грудь и поговорить в более теплой обстановке. Но теплую обстановку создает мне эта чашка чая, поэтому остаемся пока трезвыми. Да, друзья, мой выпуск в этот раз подходит тоже к концу, как и все, что в нашей жизни, все подходит к концу. Я приготовил маленькое стихотворение, это стихотворение Андрея, снова-таки Андрея Дементьева. Я буду много раз возвращаться как к нему, так и к Асадову. Люблю этих поэтов, считаю, что они умеют огромные чувства передать в своих словах. Выхода нет, есть неизбежность, наша любовь – это наша вина. Ненаходящая выхода нежность на вымирание обречена. Выхода нет, есть безнадежность и бесконечность разомкнутых рук. Мне подарил твою нежность художник, чтобы спасти меня в годы разлук. Видимо, ты опоздала родиться, или же я в ожидании устал. Мы, словно две одинокие птицы, встретились в небе, отбившись от стаи. Выхода нет, ты страдаешь и любишь, выхода нет. Не могу не любить, я и живу-то еще, потому лишь, чтобы уходом тебя не убить. Слова, которые душу трогают. Друзья мои, на этом сегодня все о мире виски. Пару слов еще скажу в конце, как всегда. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, дискутируем. Пишем, общаемся. Предлагайте, я по мере своих возможностей буду выполнять ваши просьбы. Накопилось много, что нужно попробовать, на что нужно сделать обзор. Действительно накопилось. У меня после выпуска на все не хватает времени. И работа, и семья, и спорт. Ну, спорт сейчас полностью закрыта тема. Но я пытаюсь, я пытаюсь. Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится реакция с той стороны экрана. Я вижу цель. Нас становится больше и больше. Нас уже больше двухсот. Мне приятно это слушать. Мне приятно это видеть. Мне приятно это читать. Продолжаем дальше. Вам я желаю хорошей недели, хорошей рабочей недели. Кому? Дома, кому? На работе? Оффлайн, онлайн? Все равно. Остаемся людьми. Любим, уважаем, ценим, респектируем. Пожимаем руки. Смотрим прямо в лицо. Не прячем взгляд. Нам нечего стесняться. Мы здесь, чтобы жить, а не чтобы умирать. Чтобы что-то после себя оставить. Чтобы тебя никто не забыл. Это самое страшное, наверное, когда ты уходишь. И о тебе не помнят. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам любви. С вами был Док. Вы были на моем канале. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok